привет куратором долбадёбы блять дурак блять или прикидывайся честное слово больной какие-то там блять новичак попался они пошли бы вы на можно мандовошка еще добавить иди в жопу ну что друзья нет проблем есть задача поехали без вступительных слов алло здравствуйте меня зовут пырин михаил юрьевич главный специалист департамента взыскания просрочной задолженности алло альфа-банк александр алексеевич это вы слушаю я звоню по поводу ваших добывательных обязательств перед альфа-банком по состоянию на 10 марта по кредиту составляет у вас 168 700 рублей вам необходимо произвести оплату д delicious и сенсор на задолженности срок небольшие 21 марта 2021 Sabbath и лищик стык и пожалуйста вы общь планируете подстрелить это должности когда просто желать оплату так сказали не позднее динства до passer 10 10 первые times для нема когда это У вас вообще данная ситуация из-за чего возникла, почему-то не стали оплачивать, что случилось? Работы потеряли или нет? Что вообще? Не сказано, до 10-го, все говорю. Просто любопытствуете? Оставьте меня в покое, мне надо бежать деньги искать, 168 гульдинов. И вы думаете, они у меня тут под кактусом лежат? Сейчас вы работаете, там заустроены? Зачем вам эта информация? Можно перенести срокоплаты, перенести можете? Александр Васильевич, у вас почему такая негативная позиция? В смысле? Почему такая негативная позиция? Почему вы не идете на контакт? В каком месте я негатив тут декламирую? К любому. Михаил Юрьевич? Соткажем, прямо складить, сейчас я подлюбую, искать культуру и так далее. Александр, давайте все-таки вернемся в профилактическое русло переговоров. Чего сделаем? А мы куда-то уходили. Вы сказали, до 11-го числа надо заплатить 168 тысяч. Я говорю, понятно все. Что, про работу спрашиваете? Зачем вам эта информация? Ясно. Так что, завтра будете погашать задолженность, да, я так понимаю? Угу. Ясно. Деньги, это откуда ждете поступления? А какая разница? Разница есть. 114 день прослышки у вас, у вас... В смысле, у нас есть вариант, откуда возьмутся деньги, что ли? Какая разница, откуда я возьму деньги, чтобы заплатить 168 тысяч? Говорю, под кактусом лежит заначка. Ясно, Анастасий, я разговариваю, что у него некорректный характер, и у вас... Дурак, блядь, не прикидывайся, честное слово, больные какие-то там, блядь. Ожидайте следующее время. Так надо платить или не надо? Куда ты пошел, блядь? Куда ты пошел, чучело? Платить надо? Алло, взыскатель, блядь, твою мать. Ты где? Че им надо, блядь? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Звони. Светлана Сергеевна, могу я услышать? А вы кто такой юноша? Дело в судебном взыскании было, что Сергей Сергеевич, банка Восточная. Светлана Сергеевна, трубочка передайте, пожалуйста. Сергей Сергеевич, банк Восточный, позвольте представиться, в свою очередь. Вы не против? Да, конечно. Отлично. Меня зовут Зубенко Михаил Петрович. Компания Алям, правозащитная организация. Этот человек является нашим клиентом. По нашей рекомендации устный формат общения она игнорирует. Если у вас есть вопросы, предложения, ультиматумы, поздравления, жалобы, просьбы. Джек Дэниелс, Волт Дисней, Фрэнсис Форд Коппола, Акапелла, Опера, Хор, Нэншахор, Винзавод, Новый Год, Новрус, Байрам. Пожалуйста, изложите их на бумаге и отправьте в адрес нашего клиента. То есть, все только в письменном виде нужно предоставить? Исключительно. Какие цели? Кузнецов? Кузнецов это, да. Кузнецов. Слышите там за кадром? Кузнецов это, бедолага. Кузнецов, и тебе повезло. Ух, ух. Дмитрий Евгеньевич. Ух, да. На сегодняшний день Светлана Сергеева находится на просрочке, на протяжении 230 дней. Пошел шпарить, да? Почему он не оплатывал? Начал шпарить по скрипту. Слушай, но это все равно, что тебе говорят, докажи, что ты идиот. Сделай то-то и то-то. Ты говоришь, будь ты исполнена, и начинаешь делать, доказывать, что ты идиот. Но тут даже тебя просить не приходится. Ты сам знаешь, что нужно сделать для того, чтобы доказать, что ты идиот конченый. Ты сам уже понимаешь, как там, блядь, собака Павлова. У тебя слюни потекают. Дмитрий Евгеньевич, у вас в крови, в крови доказывать. Зачем? Не зачем, а с кем? Дмитрий Евгеньевич. А ты сам себе этот вопрос задай. Почему вы так общаетесь? Задай себе сам этот вопрос. Почему вы так общаетесь? Я вас сейчас оскорблял, Дмитрий Евгеньевич. Да ты дурак, что ли, блядь. В себя поверил? Деточка, блядь, оскорблять он меня решил. Я сейчас нахожусь на рабочем месте. Вы сейчас меня оскорбляли. Ты на бутылке находишься, придурок. На каркалыге это называется по-другому. Видите, конструктивный диалог Дмитрия Евгеньевича. Красавелла. А что ты сделаешь для того, чтобы я так стал себя вести? Как ты сказал, конструктивный диалог. Что ты можешь сделать? Давайте перейдем к путь вашего диалога. О, долбай, епа. Общайтесь более корректно, Дмитрий Евгеньевич. Скажи, пожалуйста, волшебное слово забыл. Более корректно. То есть сейчас это корректно для тебя, но ты хочешь еще более корректно. То есть уже корректно. То есть тот посыл, который ты регулярно слышишь, он уже тебе так привычен, что ты уже решил, что это корректно в принципе. Но сделать хочется что-то такое, чтобы еще более корректно. Чтобы тебе говорили, не пошел ни хуй, а не пошли бы вы нахуй. Дмитрий Евгеньевич, он знакомо понятия корректного общения диалогов. Мне же не знакомо понятие общепринятая манера общения со службами взыскания. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич. У тебя в роду филины были? Я вас услышал. А ты бы еще понял. Филины в роду, блядь, у тебя были, угукаешь. Вас плохо слышно, Дмитрий Евгеньевич. Да, конечно, ты оглох или охуел? Одновременно, может быть, все сразу. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Ну, у вас свое мнение вы можете оставить при себе. У меня оно есть. Я сам буду разбираться, что мне делать со своим мнением. А у тебя мерзость никогда его не будет. Потому что ты уже зашкварился. Ты априори обнулил свое мнение. Оно никому не интересно. Дмитрий Евгеньевич, ваша мнение... Да мне вот меньше всего это интересует. Что там тебя интересует ничтожество, блядь? Меня интересует лишь задолженность Светланы Сергеевны. А меня это не интересует, что тебя интересует ничтожество. Взыскивай дальше. Общайтесь. Почему вы так общаетесь? Да потому что ты ничтожество, ты другого не заслуживаешь. Удивляешься тут, Дмитрий Евгеньевич. Представляешь, на какой степени... Учили меня манерам. Учили меня манерам. Но эти манеры применимы к людям, которые заслуживают. Тебе, конечно, незаметно. Ты не заслуживаешь, чтобы с тобой манерно общались. Ты никто. Ты пустое место. Пыль. Ничто. Абсолютно. Не кашли. А то поддавишься. Угуколка. Я спрашиваю, у тебя есть фильм? Ну, вы же прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, что наши диалоги записывают. И что ты с этим сделаешь? Спать ляжешь? Крепче будешь засыпать быстрее, да? С этим диалогом. Что ты сделаешь, дурень, блядь, с этим диалогом? Мой адрес поступали неоднократно, оскорбления. Все это подписано. И ты обратишься с жалобой и будешь надеяться, что меня штрафуют на 3000 рублей. И конкретно вы меня будете обращивать. Ты понимаешь, что прежде чем это произойдет, я захочу тебя увидеть. И ты должен будешь предстать пред моими очами. Предъявить свои данные паспорта. Ну, ты же будешь писать жалобу. Ты должен будешь себя идентифицировать. Анонимки-то не рассматриваются. Ты должен будешь вовсю себя обозначить. А я вам, придурки, говорю, чуть ли не в каждом своем ролике. Я вам дам, вот, сука, тебе десятку. Заплачу с кармана, достану, если ты придешь ко мне в кабинет. Или в скайпе со мной соединишься, если ты здесь не в Питере. И дашь мне интервью. 10 штук, блядь. И я тебе обещаю, я тебя не буду гондурасить. Я просто задам тебе те вопросы, которые хотят задать многие люди. Но, еще ко всему прочему, я хочу видеть твою физиономию, когда ты будешь слышать эти вопросы. Также я хочу видеть твою физиономию, когда ты будешь напрягаться, чтобы искать ответы на эти вопросы. Потому что ответов у тебя нет. Один из этих вопросов тебе зададут. Очень простой, очевидный и всепоглощающий. Почему ты считаешь, что это работа? Не уж ли потому, что за нее вам платят деньги. А я тебе в ответ спрошу, когда ты скажешь, да, потому что. А я тебе скажу, а полицая во время войны тоже платили деньги. И они тоже считали, что они работают. Выводя на расстрел беззащитных старух с детьми. В те времена, когда вся страна боролась с врагами. А ты думаешь, ты работаешь в банке восточной, ты что-то полезное делаешь для людей? Или ты думаешь, что действительно все долги нужно отдавать? Те долги, которые берутся в банках. Ты думаешь, что банк действительно дает свои деньги? Ты так думаешь? Нет, сумма денежных средств, которые берутся в банки, должны быть возвращены. Как ты думаешь, откуда банк взял те деньги, которые он выдал людям? Как ты мне объяснишь, что внутриваловые ВВП страны в несколько раз меньше, чем количество ежегодно выдаваемых кредитов населению? ВВП это стоимость страны. Угукать не надо. Как ты думаешь, откуда эти деньги берутся? Задай себе этот простой вопрос. Я тебе отвечу, потому что ты никогда не найдешь. Какие проценты? Ты же сообрази своей головой пустой. Не может из ниоткуда браться деньги. Это специальная процедура, призванная загнать как можно большее количество людей в долговое рабство. Чтобы люди не думали о свободе, о возможностях, о развитии своем. Чтобы люди с утра до вечера думали о том, что они должны как русского человека поработить. Нет ничего проще. Внушить ему, что он должен. При Советском Союзе было так. После вот этого непонятного времени тоже было так. И сейчас точно так же все происходит. Должен, должен. Когда человек русский думает, я не закончил. Это не моя позиция. Это очевидные вещи. Для любого человека, способного пользоваться мозгами. Это не позиция. Это данность. Нет тех денег. Если бы все до одного захотели вернуть долги в банк, они бы не смогли этого сделать. И 10% бы всех денег не смогли вернуть. Даже если бы друг у друга воровали. Дурья твоя голова. Нет такого объема денег в стране. Я тебе еще раз повторяю. Ежегодно кредитов выдается в несколько раз больше, чем ВВП страны. Только ВВП страны это статичная сумма. А ежегодно кредиты выдаются и выдаются. Они рисуются. Людей просто загоняют в рабство. В долговое. Человек должен постоянно понимать, что он должен. А ты как полицай тот. Даже задуматься над этим не можешь. Каждое утро расстреливаешь по одной невинной душе. В течение дня чем больше ты расстреляешь, фигурально выражаясь, тем больше тебе заплатят. А ты почему-то дурень думаешь, что действительно человек взял, как вот у соседа взял. Да, если у соседа человек берет, у друга, у коллеги, надо в кровь разбиться отдать, потому что это натуральный продукт. Это деньги, которые он действительно заработал. Скажи мне, откуда Банк Восточный берет деньги, а? Неужто скажешь, что привлекает во вклады? Я вам уже сказал, я вам высказал свою позицию. Какая у тебя позиция? Раком стоять перед своим рабовладельцем? Вот твоя позиция. Проценты, что ли, да? Проценты. Откуда эти проценты берутся? Ты дурак. У вас знаешь, сколько неплатежей? Ты сколько звонков делаешь в свою рабочую смену людям, неплатильщикам? А сколько таких опиздалов, как ты, сидит на удаленке? Ты не задумывался над этими простыми вещами? Да перестань ты угукать, хоть здесь ты себя начни контролировать-то, а? С малого начни. Ни хрена ты не контролируешь себя. Мозги включи, чучело, блять. Мозги включи, щенок, блять. Тебе лет-то, наверное, 20 от силы. Я себя давным-давно уже с такими, как вы, научился контролировать. И там, где ты пытался что-то там в этой жизни прихватить, я там преподавал твоим преподавателям, придурок, блять. Будет он мне советы раздавать. Знаешь, иногда, как хочется, блять, психануть, блять, найти такого, как ты, носом ткнуть тебя. А ты же прячешься, блять. Почему ни один из вас еще не вышел напрямую ко мне? Оскорбление, блять. Ну, че, ты будешь на меня подавать-то, это самое, КОАП РФ эксплуатировать? Жалобу неанонимную писать будешь, а? Чучело, блять. Я ж тебя оскорбляю. Опиздал, блять. Мамино счастье, блять. Давай, я жду. Где ты там, блять? Ху**а, блять. Сейчас этого я не скажу, позже вы об этом узнаете. Да, конечно, блять, да. А я тебе скажу, что будет. Ты, сука, блять, новичок, ты здесь недавно работаешь. И очень скоро ты поймешь, что ты, блять, сделал ошибку. Я на это надеюсь. Я лично к тебе никакой неприязни не имею. Я много миллионов раз говорил, ну ладно, не миллионов. Много-много раз говорил, что я ненавижу эту коломасу как явление. И, естественно, ты частичка этого явления. И сегодня ты попал ко мне. Поэтому ты огребаешься за всех. И за тебя, и за другого твоего меньшего, либо старшего брата, который тебе сказал Кузнецов, да, кто-то где там, куратор у тебя там сидит рядом. Где он там, блять, дай ему гарнитуру эту ебучую. Я ему то же самое скажу, куратору твоему, блять. Ну сейчас с вами я разговариваю, Дмитрий Евгеньевич. Чего ты делаешь сейчас? Сейчас с вами веду диалог, Дмитрий Евгеньевич. Как я понимаю, конструктивного диалога у нас, к сожалению, не получается. Самый настоящий конструктивный диалог сейчас получился, блять. Привет кураторам, долб***ь, блять. Жду жалобу. Очередную, блять. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, забор покрасьте. Я представлюсь вам отдел по работе с проблемными займами ООО МКК Турбозайм. Меня зовут Санатулова Гулия Фаритовна. Разговор записывается. Данный номер телефона Дарья Николаевна оставила нам для связи с ней по различным вопросам. Уточните, пожалуйста, кем вы ей приходитесь? Это она нам приходится. Она клиент наш. Будьте добры, пожалуйста, не могли бы вы сегодня ей позвонить, передать наш номер телефона для перезвона? Для перезвону, блять. Для перезвону. Нет, только из-за этого термина не стану этого делать. Для перезвону. А то вы еще перезвон... Ой, блять, для перезвону, блять. В колокол там перезвонки. Перезвонки в колокол, блять. А есть решение по ее вопросу? Нет у вас никакого решения. А у нее вопросов никаких нет. Перезвонщики, блять. А-а-а, крокодилы-бегемоты. А-а-а, обезьяны-кошелоты. А-а-а. Мы готовы помочь всем, кто имеет проблемы с кредитами, ведь являемся одной из лидирующих компаний на рынке антиколлекторской деятельности. Конфликтные ситуации с банками, финансовыми организациями и судебные разбирательства отнимают массу времени и не дают спокойно спать. Наши клиенты экономят деньги, время и берегут нервы, так как мы работаем удаленно и сможем оказать услуги в любой точке мира. Компания Алиам поможет. Избавиться от звонков коллекторов. Остановить постоянно растущий долг перед банком. Оптимизировать задолженности. В своей работе мы не используем нелегальных методов. Действуем исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Мы создаем условия, когда кредитору выгодно отказаться от претензий к вам. Мы делаем жизнь наших клиентов красочной и яркой. Избавляет массы проблем, навязанных кредитно-финансовыми организациями. Алиам – законное решение проблем с кредитами. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью. На фронте финансов, по-моему, выделили Сергею Иванову. Ну, я слышу голос, но я ни слова не разобрал. Вы куда-то торопитесь? Кредит, фронт финансы, по-моему, выделили Сергею Иванову. Уведомляю, ведется аудиозапись. МБА финансы, да? На поверчение, к примеру, в СПОЧНО БАНК. Анатолия Анатольевна, кем приходится вам? Я говорю, организация МБА финансы. Правильно? Кредит, фронт финансы. Да, один хер, только в профиль. Тогда ты не Юля, как ты там по отчеству, а просто Юлька. Можно мандовошка еще добавить. Иди в жопу. Что, закончили? Да, в принципе, тебе хватит на сегодня. На вопрос поставленный теперь не отвечайте. Ох, Тима, какая строгая, блядь. Я же сказал, иди в жопу, Юлька. Да, не влезь, да. Ну, что выросло, то выросло, блядь. Алло, здравствуйте, это Альфа-Банк. Здрасте, Альфа-Банк. Сергеевна, вам знакома? А вы кто такая? Меня зовут Козлова Евгения, я вам специалист от его клиентского взыскания Альфа-Банк. Вам знакома эта женщина? Инна, да? Меня зовут Козлова Инна Евгения. Гимнастик, главный специалист отдела клиентского взыскания Альфа-Банка. Главный специалист? Главный, да? Да, да, да. Скажите, главный специалист, главный. Я хочу, чтобы вы прочувствовали этот статус. Главный специалист. Не стесняйтесь, говорите, подчеркивайте этот статус. Главный специалист. Главный специалист. Не получается, да? Сколько думаешь, сама света вопросов. Блядь, в чем же я главный? Просто сижу, звоню с утра до вечера И все, и больше ничего не делаю Более того, от меня ничего не зависит Бл***ь, главное Сказали сказать главное А как-то мне язык еле поворачивается Да, конечно, знакома Не буду передавать Вот как только позвонит мне Второстепенный специалист Или хотя бы средний А то мне все главные Такая разница Да мне все равно, как это происходило Мне все равно, как это происходило Цепь событий неинтересна мне Главные Ну что еще? Давай кого-нибудь поглавнее Или уже некуда Самая главная была Бестолковая Самой вообще нелюбопытный Что происходит вообще Здравствуйте ООО МКК ГФК Главфинанс специалист Иванова Юлия Сергеевна Наш разговор записывается Группа крови на руках Алло Да Алло Алло Здравствуйте Как я мог бы услышать Светлану Александровну? Никак Вы такое не знаете? Знаю А как долго вы пользуетесь данным номером? Не понял вопроса Как долго вы пользуетесь данным номером? Все равно непонятно Вопрос дебильный Что вам непонятно? Александровна указала его как свой контактный И что теперь? Вас как зовут? Какая тебе разница? Ну вообще-то не ты, а вы Да ладно Вы будете отвечать на вопросы или нет? Как долго вы пользуетесь данным номером? Ты ебнулась что ли, блядь? Деточка Ты кто такая, чтобы на твои вопросы вообще кто-то отвечал? Вы когда будете адекватно разговаривать Мы вам перезвоним Принимайте звонки До свидания Иди в жопу И все Сергей Тарасович Слушаю вас Меня зовут Нукратзо Николай Николаевич Микрокредитная компания Квадро Надо денег И сообщаю вам то, что наш разговор записывается У вас имеется задолженность по займу Почему не решаете вопрос? Какой вопрос? Вы просто задайте Ну по решению По решению У вас же есть нерешенный вопрос Да нет у меня вопроса Я же говорю Где вопрос-то? Где это? Вопрос-то у кого? Так кто составляет? Давайте уточним еще раз Я же вам сказал, что это я Давайте быстрее Какой у вас вопрос? Кем ты сече Почему я должен решать ваши вопросы? У меня нет вопросов никаких к вам Подождите, подождите Давайте еще раз разберемся Никакой кредитной компании Микрокредитной компании Кватро Надо денег У вас нерешенный вопрос Составляет Кватро 7900 Подожди Она называется Кватро И дальше было что? Заявление, что вам надо денег? Или это название такое? Кватро Надо денег? Да есть Сергей Тарасович Давайте по существу Да вопрос-то о том Можете вы слышите меня? Слышите меня? Николай Николаевич Харетом наслаждаться собственным голосом Услышьте меня Вопрос у кого? Давайте что-то разговор Вопрос у кого? У меня нет вопроса А, у вас вопрос Так я что, зачем мне ваши вопросы решать? Вы создали ситуацию, которая Спроцировала вопрос Ну решайте сами свои вопросы Нет Вот Не надо перекладывать свои проблемы На чужие плечи У вас есть вопросы Решайте Николай Николаевич Их У меня вопросов никаких Абсолютно Так, а что вы будете решать? Вот именно Ничего не буду я решать Зачем мне что-то решать? Вы не напрягайтесь Вы не волнуйтесь Да, все нормально На самом деле я понимаю Что вам непросто Сосредоточиться Потому что в принципе На этой работе Подразумевает Отсутствие полностью Сосредоточения какого-то Надо пытаться Что-то сделать невероятное Взыскать долг А не взыскивается Все больше и чаще Так вот Вопрос-то в чем? У кого точнее? Сергей Таврович Так вы решаете Вы-то решаете В компании Что решать-то надо? Надо денег Сумма Я же вам сказал Сумма Соберись Николай Лекалович Не троих Ты что? Да успокойся Дружок Ты что Заволновался Вот это тебя Блядь Растревожился Успокойся Все хорошо Все будет хорошо День сколько Рабочий Скоро рабочий день Успокоился Успокоился Возьми платочек Промокни лобешник Все хорошо Давай Давай заново Все Повелся Словом Вопрос Успугался Говорить Новичак Попался Алло Здравствуйте Меня зовут Шакаров Ромбасар Глинджанович Инспектор департамента Заскания просроченной задолженности Ауальфа Банк Александр Павлович Вам знаком? Это вообще-то я А у вас как Имя сложное Пожалуйста Поотчетливее Да, конечно Меня зовут Шакаров Урумбасар Глинджанович Инспектор департамента Заскания просроченной задолженности Ауальфа Банк Александр Павлович Про меня уже все понятно Урамбасар Глинджанович Да, все верно Вот это да Имя такое Интересное Урамбасар Глинджанович Да Что там у вас В Альфа Банке Александр Павлович Кем вам приходится Леса Америки делал Я же вам сказал Вы что Я же вроде по-русски сказал Вы тоже без акцента говорите Наверное понимаете русскую речь Значит, извините Я вас не раз слышу Я говорю Слушай, у вас Да, конечно же Это я И что там у вас случилось В вашем Великолепном Альфа Банке Альфа Банк Всего три дня Альфа Банк Всего три дня О полном погашении Долго В размере 182 тысячи 379 рублей 73 копейки Данную сумму Необходимо Выплатить сроком До 11 марта Включить Оплаты сегодня Поступают И завтра А кому он выставил Откуда я знаю Когда она поступает Кому выставил Это банк Это требование Вы имеете ввиду То, что вы Удомление не получили Нет, вы говорите Ситуация серьезная Банк выставил требование Не уж там не Он его выставил Да, я вам объясню Почему ситуация серьезная Почему я так озвучил Я сейчас ходит Диалог Говорите как нормальный человек Озвучиваю Лучше Механист Граммофон Что ли Озвучиваю Говорите нормальным По-русски Говорите Озвучиваю Что Нет у меня вопросов Никаких Сразу предупреждаю Не надо Медвежьи услуги Оказывать Ну так Что там у вас В чем серьезность Ситуации По вашему мнению Я вот тоже Если же вы опять же В очередной раз Екатите Требене банка Так в этом серьезность У вас там У вас там серьезность Серьезность А мне-то зачем эти шаги делать Не бомби Слышишь Не бомби Не надо Давай нормально Давай порешаем Нормально Братан Ну давай Ты что там Пропал Куда Урумбасар Говорите Вы видимо Высказать Урумбасар Давай Давай Жги Что ты там Приготовил Для меня Серьезность Ситуации В чем Александр Павлович Если вы опять же Многочисленный раз Прогенерируете Требене банка Бан будет вынужден Предпринимать Дальнейшие шаги Для выпуска Из одной кучи говна В другую Причем шаги Он эти делает Из одной кучи говна В другую Вашими ногами Дебилы Ущербные Урумбасары И тебе подобные Где ты там сидишь С именем С таким великолепным В Казахстане Вы сейчас находитесь Вы же мне Смс Прислали Киллера Наймете Из Казахстана Прилетела Смс Смс Сто тысяч Танген Надо заплатить Иначе киллера Ты из Казахстана? Да Ведите диалог Нормальный я диалог веду Урумбасар Урумбасар Ты из Казахстана? Да? Да? Ты подхватил эту идею Подзаработать бабки Думая, что ты сотрудник банка Образование у тебя есть? Урумбасар Какой-нибудь Хотя бы Я буду вынужден Тогда говорить С вами Параллель Вы меня дослушаете Ты потому что Дурак В параллель Поговорив Послушать Это очень любопытно Почитать Это выпуск Онсто-производство Вот это да Вот это да Знаешь, что обидно тебе должно быть? Что ты не узнаешь Ни хрена Что ни хрена Никто не возбудил Никакого производства А тебе, блядь Да Да А тебе-то Это не узнать Ты дурак, что ли? Любое имущество Возьми ДПК РФ Почитай Какое имущество подлежит Да не бомби ты, чучело Не бомби Говорил-ка, блядь Говорил-ка Грамофон Озвучиваю Ты же выбрал уже Что ты озвучиваешь А не говоришь Я же тебя хотел поправить Урон басарище, блядь Галимзанович Папа твой, Галимзан Знает, чем ты занимаешься, блядь А? Ты же, судя по имени, мусульманин Да? И на ростовщиков Еб**аешь, блядь Вероотступник, блядь Ну что ты там притаился, блядь Слова подбираешь, да? Ситуация серьезная Это у тебя ситуация серьезная, блядь Чумоход Зашкварная она у тебя ситуация, блядь Для мужика Говорил-ка, блядь, работает Граммофоном Озвучивателем, блядь Фиксатором, блядь Я пытался выслушать Я все-таки думал Сейчас предоставить информацию Касаю Думать это не твоё, блядь Для того, чтобы думать Нужно мозги иметь, блядь А не тесто, блядь На этом хватит, друзья На сегодня Аурумбасаре Галимзановиче Мы закончим Передадим привет ему Передадим привет Великолепному автору Главному герою сегодняшнего контента Сергею Сергеевичу Из Дальневосточного банка И ждём, конечно же, от него Жалобу С данными паспорта С адресом И с доказательствами Что именно он был В тот момент на связи И он был при исполнении В том смысле, что он сотрудник банка Что именно его мы оскорбили А не какой-то голос из трубки Ой, вы дебилушки, а Вы ущербные И бомбит же вас, а Нет возможности у вас Меня оштрафовать Законный А если вы считаете, что я нарушаю закон Да докажите кто-нибудь из вас Заведите такой же канал Соберите хотя бы Я не знаю, десятую часть той аудитории Которая есть на каналах Аляам Подобном Аляаму каналах Заинтересуйте людей Продекламируйте свое отношение К закону К правому делу К нужности Попытайтесь сами себе Ладно уже нам Сами себе что-нибудь доказать Хрен с ним с каналом Задумайтесь Задумайтесь Почему Все со стороны Кузнецова безнаказано Не Конечно Грубая физическая сила Она применима И ко мне И к людям подобным Мне Конечно Задумайтесь Почему Каналы Подобные Кузнецову Совершенно спокойно существуют При том При всем Что сейчас Очень сильно Цензурируется Всевозможная деятельность В том числе и на Ютьюбе Ну хорошо Вконтакте Ладно Ютьюб Госдеповская Схема Ютьюб это Гугл Гугл это Америка Ну хорошо Вконтакте Чисто Советская Чисто русская Площадка Почему И там у нас Есть группа И мы совершенно Спокойно Существуем Там даже фотографии Выкладываются Коллекторов Ну находим мы вас уже Люди уже Заинтересованы Ну просто Выкладываются Без каких-то Особых Посылов Просто есть Фотографии Коллекторов Зайдите в группу Вконтакте Кузнецовую Посмотрите Почему Комментарии Которые пишутся Под роликами На Ютьюб В том же Вконтакте Ну там немного Потому что там Как-то Труднее Собираются Подписчики Ну ладно Это уже Я в этом Не разбираюсь Почему Вас там нет Не просто Типа Кузнецов Мошенник Зачем вы ему верите Все вам придется Отдать Ну а четко Конкретно Ссылочка На канал Какой-нибудь Где вы Кузнецова Справедливой В справедливой Честной борьбе Пытаетесь Поставить На место Где Ладно Хорошо Творческих Мощностей Не хватает Тогда просто Задумайтесь Вот те из вас Кто не знает С чего начать Вы не разбираетесь В интернете Ну вы так себе Там Думаете Ну хорошо Ну кроме вас Очень много Вот этих звонарей Почему никто Никто Ничего подобного Не сделал Хорошо У вас нет денег У вас нет возможности У вас нет знаний Нет знаний По понятных причинам Потому что вы Безмозглые Ну ваше Руководство Почему Какой-нибудь IT сектор Альфа-банка Банка Восточной Какой-нибудь Микрофинансовой Организации Не сформировал Не проплатил Каким-нибудь Маркетологам Крутым Создание Крутого Контента Крутого В комментариях Под которым Не так вот Как первое Коллекторское Бюро Выложило Там Канал свой И там Комментариев У них хватило Хоть смелости Эти комментарии Не удалять Там такое В их отношении Вот этот Мехлис Что-то там Со своим коллегой Сидит Рассказывает Как правильно Сделать так Чтоб никому Ничего Всем все Заплатить И быть Честным Заемщиком Я на самом деле Не против Не-не-не Я не против Банков И банковской Деятельности Я вот против В коломассы И против Беспредела В комментариях Люди пишут Благодарят Говорят Вот из петлей Выдернул Вот Помог Разобраться Это уже Кроме того Что Кто-то Став клиентом Клиентом Компании Алиам Начал жизнь С чистого Листа А для кого-то И хватило Контента Чтобы разобраться И начать Самостоятельно Бороться Друзья В очередной раз Ставлю Жирнющий акцент Читайте Между срок Строк Слушайте Внимательно И делайте Выводы Сомневайтесь В каждом Моем Слове Неправильно Наслушавшись Кузнецова Послать Всех Нахер Здесь Нужно Применить Комплекс Мероприятий На плейлисте Что делать Если Бесплатная Информация Вот на этом Канале Есть плейлист Что делать Если Вот она Зайдите Бесплатно Посмотрите Там Самый Необходимый Минимум Действий Ответы На Очень часто Встречающиеся Вопросы Бесплатно Для вас Бесплатно В простом Таком формате На простом Человеческом Музыке Как Модно Грит Встреча Без галстуков Я в свое время Записывал Целую серию Она Актуальна До сих пор Там Вы найдете Ответы О Внесудебном Банкротстве Да Как Это Нечестно Со стороны Законотворцев Было В отношении Простых Людей Там Вы найдете Вопрос Ответы На вопрос Что такое Нотариальная Подпись Как Отменить Судебный Приказ С простого Что делать Если Вынесено Судебное Решение Ваше Отсутствие Пожалуйста Посмотрите Ну и Много Много Всего Полезного Работайте Над собой Будьте Выше Звонилок Не бойтесь Их А то Мне в личку Я вообще Прошу В личку Мне не писать Я там Редко Бываю Помощники Мои Как правило Вам отвечают Но когда Какой-нибудь Мужик Пишет Как он Набрал Микрозаймов И теперь Не знает Что делать Потому что Ему шлют СМС И присылают Мне скриншоты СМС И пишет Что делать Помогите Мозги Включить Вот так Я вам буду Я своим Помощникам Так и скажу Заготовьте Шаблон Просто Даже Чтобы не Печатать А Вставить Вставить Мозги Что делать Такое Приходится Мозги Включить Мозги Включить Да Вот так И не из-за того Что мне Лень Или я Такой Вот Прям Весь Важный Такой Да Нет Знаете Это Как подавать Нищему Милостыню Который Стоит У него Руки И ноги Есть И он Табличка Ради Христа Помогите И многие Не знают Как себя Вести А я Сам себе И в то же Время Завочно Этому Нищему Говорю Как ты Думаешь Господь Бог Хочет Чтоб ты Стоял Вот так И попрошайничал Чего это Ради него Он Изо всех сил Наоборот Хочет Чтоб Тебе Не подавали Потому что Для тебя Это комфортно Стоять И попрошайничать Если тебе Кто-то Подал То Он Не доброе Дело Сделал А Совершил Зло В первую очередь По отношению К тебе Потому что Один Другой Третий Подал И Ты Завтра Опять Выйдешь И будешь Стоять Попрошайничать Вместо того Чтобы приносить Пользу Обществу Себе Что-то делать Выбраться Из этого Болота И это Очень Отчетливо Относится К тем Людям Которые Бегают За микрозаймами Чтобы Как они Думают Перекантоваться От месяца К месяцу Перекредитовываются Надо Мозги Включать Друзья Многие Думают Что Тупик В жизни А это Не тупик Это Сигнал Повернуть В другую Сторону Дальше Стена А вы Привыкли Идти В каком-то Привычном Направлении А мир Многогранен Повернитесь Повернитесь Вправо Влево Безвыходных Ситуаций Не бывает Вы думаете Я говорю Это Просто так Голословно Ох Не дай бог Кому-нибудь Из вас Вот Из Слабохарактерных Испытать Хоть 10% Тех Трудностей Которые В своей жизни Испытал я В общем Ладно Счастья Друзья Здоровья Финансовое Благополучие Вам И вашим Близким Включайте Мозги Скоро Увидимся Мозги